всем доброго времени суток сегодня будет такое знаете ну называйте это под хертом если хотите я бы сказал что это подкаст скорее не совсем обзор потому что я в эту игру обозревать не буду потому что в этой игре такие идиотские механики что я просто вообще до сих пор охреневаю как вообще до этого можно было додуматься собственно я сейчас вот как раз скажем так вот без какой-либо подготовки одним дублем именно записываю вот это все дело просто чтобы у меня в башке это все пока еще осталось я могу это скажем так рассказать короче я начал играть в игру muggen souls от компайл hard собственно вы за нее проголосовали последнем опросе в группе вк собственно говорите как говорится получить и распишитесь это g rpg опять же таки от компайл hard поэтому она не удивительно что она в стиле hyper dimension нептуня но со своими плюсами и минусами со своими фишками и в первую очередь я это скажем так выделю плюсы сюжеты персонажи вот они забавный сюжет это самостеп просто прямо вообще в последней инстанции стебутся практически на всем вас на в основном надо игровыми всякими скажем так стереотипами например персонаж который считается в кавычках героем парке в первой локации это когда вы к нему подходите он занимается тем что он поднимает и разбивает вазы заходят чужие дома и шарится по всяким шкафам ящиком и так далее все молчат об этом то есть явный намек на зельду и иже с ними вот потом когда вы с ним встречи раз встречаетесь он надевает на свою по это хиллершу бикини это такая стесняется стоит типа чё за фигня он говорит ну у этой брони типа высокие пока это показали показатели защиты поэтому будешь теперь в этом ходить так как я главный герой я так сказал так и будет короче игра стебется над всеми вот этими стереотипами и это черт побери весело на это реально весело смотреть визуальный стиль мне тоже понравился то есть он как быть чебешный но принципе прикольный правда нарисована как-то не очень вот эти вот белые линии вокруг персонажей как как но это стиль рисовки но это не совсем моё вот то есть чисто визуально она мне частично понравилось и сюжет как бы персонажей диалоги то есть наша главная героиня дура дурой по сюжету она типа супер пупер дупер там демонесса какая-то и она решила завоевать 7 миров которые вот в этой игре обитают вот но в то же время в плане визуала мне не понравилась кастомизация то есть как видите мои персонажи бегают хер пойми чем это из-за того что эти все вот как раз таки вот то что я на и напялил это меняет их статы то есть там плюс 5 процентов там к атаке или плюс 10 процентов защите там и так далее и тому подобное на мой взгляд те вещи которые надеваются в качестве кастомизации персонажа не должны влиять на статы а то теряется вся скажем так суть этой кастомизации но это ладно как но в целом сюжет веселый мне понравился визуально составляющие тоже принципе неплохая кат-сценки неплохие озвучка хорошая диалогов полно они забавны юморные но я у я я в эту игру отказываюсь играть потому что это ребят короче игра поделена в принципе на как скажем так на две можно сказать составляющими первая составляющая беготня по этим семи миром собственно вот вы по ним бегаете и вам надо либо завалить лорда демон лорда либо героя либо завалить обоих насколько я понял типа это будет влиять на прохождение игры я хер знает и я я не дотерпел даже до этого но не суть сама беготня и бои в принципе похоже на непту нее тут как бы ничего нового но свои фишки есть самая основная фишка это как раз таки способность главной героини она типа может как бы как это сказать как это назвать это делать из врагов своих последователей что или что-то вроде того но только в том случае если этот это это героиня типа этим персонажем нравится для этого у этой героини сделали типа как превращение между семью или восьмью различными состояниями типа настроев и характеров или настроения типа 1 гиперактивная дурочка другая тип вся из себя такая манерная 3 мазохистка четвертая 4 садистка ну и в таком в этой ключе чем собственно проблема проблема в том что у каждого врага у каждого даже монстра есть свои предпочтения и когда вы включаете этот режим вам надо не только чтобы скажем так персонаж который выше которого сейчас используйте и настроение совпадало с настроением монстра но еще вам надо из нескольких вариантов составить какие-то действия и предложения которые бы этому монстру понравились то есть если этот монстр мазохист его надо поколотить его надо обозвать его надо обосрать тогда вы ему понравитесь если наоборот он в это он типа такой весь себя скромняшка то надо соответственно его постепенно так уговаривать то есть это метод тыка прям вообще в неизвестность вам надо столько веря вариантов перебрать чтобы это все сработало с первого хода потому что есть это срабатывать не будет монстр будет злиться он будет становиться сильнее и в следующий раз это уже сложнее надо будет сделать дальше идем для продвижения вам надо тоже самое сделать не только с монстрами но из как бы землей с тем миром которым вы находитесь причем по частям и вот тут самый идиотизм начинается вам дается локация то есть насколько я понял на каждой на каждом мире типа на каждой планете есть по три локации и в каждой локации есть 10 пунктов вам дается список причем стать не сразу вам надо еще выполнить какие-то определенные условия чтобы этот список полностью открылся то есть вам надо еще какие-то рандомные условия выполнить и тогда вам откроется условия точнее локация точнее одна конкретная точка на локации в виде подсказки в стиле где-то вот южнее вот этого или где-то вот рядом вот с этим вот то есть представьте себе вам надо оббежать всю локацию по нескольку раз найти в ней 10 пунктов которые выражены в виде абстрактных каких-то предложений то есть представьте вот возьмите вот например вот у себя в мозгу вот представьте любой данжен из какой-нибудь final fantasy представьте если в каждом из этих данженов вам надо найти 10 пунктов в стиле где-то вот южнее вот этого озера или вот где-то в районе вот этого камня и вот вам надо тыкаться носом чуть ли не в каждый пиксель чтобы найти вот все эти 10 пунктов и это еще не все каждый каждый из этих пунктов будет требовать от вас определенных действий они будут варьироваться то есть в одном это будет просто типа завали вот этого врага и все и я типа ты это выполнил в другом вам надо опять выполнять какие-то абстрактные хреновины типа принеси мне про такой предмет где его искать а хер его знает на или принеси мне вот столько-то денег но вот столько-то он не говорит он не говорит точную сумму он говорит что мне надо что-то в районе того чтобы стоило вот этот предмет и вот этот предмет то есть вам надо сбегать обратно в магазин посмотреть сколько стоят эти предметы набрать нужную сумму и вернуться к нему и есть еще самый бесячий вот как больше всего меня вывесили это те пункты эти точки на карте который требует от вас того это вот это вот этих самых обращений как с монстрами то есть тебе надо опять методом тыка перебирать все эти чертовы 78 форм искать как какой он какая ему нравится и подбирать эти чертовы долбаные фразы методом тыка чтобы понять чё он от тебя хочет я сука два часа проходил только первую локацию и из этих двух часов и нам часа полтора просто бегал туда-сюда я не гриндил я не сражался с монстрами я просто занимался беготней вот серьезно нахуй такую игру какой идиот блять до этого дерьма додумался серьезно кто решил что вот вот это вот дерьмо это нормально и знаете что самое веселое этим обязательно заниматься надо этим нельзя вот просто так вот мимо этого пройти нельзя даже пройти мимо этого вот этой вот фишки с превращением из обращением врагов даже в самих боях потому что пока вы не обратите энное количество энных монстров в определенных вам нужных вам этих пионов как они называются у вас не будет прокачиваться ваш корабль на котором вы перелетаете из мира в мир а он нужен его нужно прокачивать потому что когда вы появляетесь в новом мире вас будет ждать вражеский корабль и чтобы вам его победить вам нужен корабль мощнее а вам нужно его прокачивать а это значит гринд причем не обычный гринд а гринд методом тыка вам надо блин тыкаться носа в каждого врага в каждую жопу нафиг и были так но это наугад вот угадывать все эти фразочки и все эти формы най кому чё надо и кому чё нравится чтобы прокачивать это все делал и блять я просто представляю вот как вот это все здесь заниматься на я вот за эти три часа вот пока я играл два часа пока я бегал все это делай пока смотрел все как сцены най я были даже на уровень не прокачал ничего у корабля то есть это пиздецкий уровень гринда в этой игре на так что факт из game я к ней дальше не притрагивать вторую часть даже в блин вообще даже на расстоянии пушечного выстрела не подхожу в общем вот такое вот дерьмо да еще портсигара хвалил эту игру почему-то мне интересно сам не и играл или он только по скриншотам увидел воли опять подрачил на нее как обычно и все